В эфире «Якутия-24» главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. В Якутске установили мусоросжигательную установку. Новое оборудование позволит изменить систему работы с мусором в столице. В Ленске обнародованы результаты программы по переселению из ветхого жилья. Сделано много, но проблема остается открытой. Предстоящие выборы. В городах Якутии квитанции за ЖКХ без пенни, для молодежи селфи за смартфон. В Алдане репетиции театральных постановок, хореографических и вокальных номеров. Район готовится летом принять республиканские сэхаланхо. А в Нерингре завершилась универсиада среди студентов профобразования Юго-Якутии. Медальный зачет в нашем репортаже. В 19 классах 10 школ Якутска объявлен карантин. В регионе за неделю 8 тысяч человек заболели ОРВИ. По данным еженедельного мониторинга, из них 46% заболеваемости приходится на Якутске, из которых каждый восьмой – это дети до 14 лет. Число заболевших не превышает эпидемический порог, и в ближайшие дни заседание комиссии по вопросам введения общего карантина не планируется. В отдаленных и труднодоступных населенных пунктах необходимо возрождать стационарные блоки. Об этом сегодня говорили на расширенном заседании Комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости республики с участием депутата Госдумы России Галины Данчиковой. Законопроект, который бы допускал содержание в малонаселенных и труднодоступных поселениях круглосуточной стационары, обсудили депутаты. В пояснительной записке к проекту отмечено, что необходимость в стационарах обусловлена невозможностью своевременной эвакуации или доставки пациентов специализированными из учреждения районных центров из-за сложной и сезонной транспортной логистики. При этом пациенту может требоваться круглосуточное наблюдение. Законодательная инициатива была еще внесена на нашем законодательном собрании Мультуман в 2013 году. Она была осмотрена в этом году в январе месяце на Комитете по здравоохранению Государственной Думы. И члены Комитета по здравоохранению поддержали, что на самом деле учет этих особенностей нашей обширной территории Российской Федерации огромной, где есть необходимость сохранения ближе к гражданам первичной помощи в стационарные условия, это необходимо как бы решать. Нюрбинский горнообогатительный комбинат признан лучшим подразделением компании «Алроса». Об этом стало известно на форуме хозактива группы компании. Нюрбинский ГОК – один из молодых предприятий группы «Алроса» был создан в 2000 году для освоения месторождений на Кынского рудного поля. Как отмечено в ходе традиционного совещания, предприятиями группы «Алроса» в 2017 году добыто рекордные 39,6 миллионов карат природных алмазов. Сегодня Нюрбинский горнообогатительный комбинат выдает 20% от алмазодобычи группы компаний. В рамках заседания хозактива глава «Алроса» Сергей Иванов заявил, что местным кадрам из районов будет представлен приоритет при трудоустройстве на Верхнемунское месторождение. Сегодня службы Удачинского ГОКа разрабатывают дорожную карту по набору персонала. Ожидается, что в этом году будет трудоустроено 400 человек, в следующем году еще 200 или 300. Промышленное освоение на Верхнемунском месторождении начнется в четвертом квартале 2018 года и продлится по оценкам до 2041 года. В феврале в Вилюйской группе районов прошел отбор населения для трудоустройства. Отметим, что Верхнемунцы – это самое молодое месторождение «Алроса». Оно расположено в 170 километрах от Удачинского ГОКа и состоит из четырех кимберлитовых трубок. Еще одним громким заявлением генерального директора компании «Алроса» Сергея Иванова стало сообщение о том, что 18 марта на выборах президента России он будет голосовать в Мирном. Вот как он прокомментировал свое решение. Голосовать буду в Мирном, на одном из наших избирательных участков. Решение приняло об этом уже давно. И много рабочих вопросов, которые назрели, которые будем обсуждать на этой неделе. Командировка насыщенная в Айхал, в Удачной. Ну и в воскресенье я хочу посмотреть, как организована работа по выборам президента Российской Федерации. И хочу проголосовать здесь, потому что здесь сердце компании, здесь весь наш коллектив. Мы сами определяем свое будущее, оно в наших руках. Я, как только достиг электорального возраста, ни одни выборы не пропускал, где бы я ни находился. Считаю, что это наша ответственность, так же, как и в части промышленной безопасности. Все зависит от нас, все в наших руках, так и будущее страны в наших руках. Вообще, на предстоящих выборах более 5 миллионов россиян подали заявление для голосования не по месту регистрации, а по месту пребывания. Об этом сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова. По ее словам, это масштабное событие. Если сравнить с выдачей открепительных удостоверений ранее, то почти в три раза больше человек воспользовались этим механизмом. Соответствующее заявление о включении в список избирателей на другом участке избиратель мог оформить до 12 марта. А те, кто не успел этого сделать, все же смогут проголосовать на другом участке. Заявление принимается по месту прописки. К тому же, выборы дают возможность оплатить коммуналку без пени. Предприятия коммунального комплекса и энергетики республики проведут акцию. Граждане смогут получить талоны, дающие право оплатить коммунальные услуги без пени, придя на выборы. В Якутске, Неринге, Алдане, Ленске и Мирном талоны будут выдаваться в местах, где пройдет рейтинговое голосование по выбору общественной территории, подлежащей первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В акции примут участие ресурсоснабжающие организации республики, у которых можно уточнить условия и сроки проведения акции. Приди на выборы и сделай селфи. День голосования стартует фотоконкурс «Якутия выбирает». Призы акции один из 30 гаджетов Apple, первое пробное селфи сделал Петр Говоров. Можете и поучаствовать в конкурсе фотографии. Что для этого надо? Прийти, проголосовать и сфотографироваться в рамке. А обязательным хэштегом «Якутия выбирает». Вот и все. Завершится конкурс у нас 20 марта в 6 часов. Все победители и номинанты получат ценные призы. Затем фото нужно опубликовать на странице в социальных сетях. Инстаграм или Вконтакте с хэштегом «Якутия выбирает». Так и подтверждается участие в конкурсе. Не должны забывать, что выиграет тот человек, который наберет больше всего голосов. У нас еще будут 5 номинаций. Лучшее коллективное фото, лучшее семейное, лучшее молодежное фото, лучшее фото в национальном костюме и лучшее селфи. То есть по этим номинациям у нас количество голосов не будет учитываться. Здесь у нас будут работать конкурсные жюри из числа организаторов и общественников, которые выберут самую оригинальную, самую понравившую им фотографию. И, соответственно, они тоже получат различные призы. Всего разыгрывается 30 ценных призов. 10 современных смартфонов и 20 айпадов. Фотозоны на 115 избирательных участках с 8 до 20 часов. Уважаемые друзья, молодежь во все времена являлась той силой, которая дает динамику нашей жизни. Поэтому я обращаюсь к вам. Молодежь, давайте выйдем 18 марта, не останемся в стороне и сделаем свой выбор за будущее. Студенчики отряда строили, строят и будут строить наше будущее. Так давайте же, не нарушая наши традиции, выйдем 18 марта и будем продолжать строить наше будущее. Однако, местные жители идут на участки не ради смартфонов. Для них это приятная мелочь. Да, айфон это, конечно, очень здорово, но я не считаю, что это такая приоритетная задача. Все-таки в первую очередь нужно оставить свой голос за кандидата, которого ты считаешь лучшим. А так это приятный бонус просто. Ну, айфон это не главное. Мне кажется, главное это голосование для нашей страны, будущее. И, ну, мне кажется, это как бы просто конкурс для себя. Ну, айфон это не главное. Главное проголосовать. Отслеживать результаты и голосовать за понравившиеся фотографии можно на сайте yakuhtia.rf. Важно, чтобы страницы в соцсети, где будут опубликованы фото, были открыты для остальных пользователей. Итоги подведут после 20 марта. Петр Говоров, Василий Слепцов, Якутск. В информационных плакатах о кандидатах в президенты России появятся данные об иностранных счетах Павла Грудинина. Региону уже подготовили дополнительную вклейку в плакаты. Грудинин изначально не проинформировал Центризбирком страны о своих зарубежных активах. Ранее ЦИК получил от Федеральной налоговой службы информацию об имевшихся у Грудинина на момент выдвижения в 13 счетах в Швейцарии. При этом в комиссии заявили, что у них нет оснований рассматривать вопрос об отмене регистрации кандидата. Вместе с тем ЦИК обязан проинформировать избирателей о выявленных фактах недостоверности в сведениях, предоставленных кандидатам при выдвижении. Поэтому эти данные разместят на информационных плакатах о кандидатах на каждом избирательном участке. К другим событиям. С 1 июня авиакомпания «Севен» открывает прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Нерюнгре. Они будут выполняться еженедельно по пятницам. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. Таким образом, пассажиры получат возможность планировать удобные личные и деловые поездки в столицу Южной Якутии. В Жатае готовят к запуску экспериментальную установку для сжигания мусора. Компания «Экоэнергия» – автор новой разработки. Как быстро и без ущерба экологии можно сжигать мусор, узнала Серглана Федорова. Восьмикубовая емкость сжигает мусор почти без дыма. Отходы сгорают, не превышая допустимую концентрацию газов. Установка прошла апробацию в четырех регионах России. В каждом из регионов получено заключение Роспотребнадзора. По ПДК зольные остатки на сегодняшний день тоже являются безотходным производством, то есть не требуют захоронения. В емкость загружают пищевые, бытовые отходы, стекло, дерево, пластик, металл – все в кучу. Затем под воздействием высоких температур мусор обезвреживается. В пробном образце мусор пока загружают вручную. Это загрузочный люк. Туда у нас идет вот в таком режиме будет загрузка текущего коммунального мусора. Это трубы, которые используются для режима параметров горения. Это задвижки, которые будут регулировать именно поток и выход дымовых газов и режимы горения. Оборудование не требует дополнительного топлива. Энергия нужна только для запуска электродвигателя. Главный принцип работы установки – снижение выбросов, токсических отходов. Мусорные полигоны не нужны. Они будут передвижные в основном, что их можно использовать. И в том плане, что они очень малогабаритные, неприхотливые, скажем, обслуживание, очень простые. И они именно для небольших населенных пунктов. За один час машина способна сжигать 8 кубов несортированного мусора. Эта установка предназначена еще также для утилизации подсланевых вод, отходов ГСМ, масел, что немаловажно для жатая, так как у нас свой судостроительный, нефтебаза под воком. Это большущие отходы, которые представляют серьезную головную боль. Экспериментальную установку планируют запустить до 1 апреля. Сперва пробный образец пройдет полевые испытания. Затем – государственную экологическую экспертизу. И лишь тогда – серийное производство. В Ленске на 90% выполнена программа переселения из аварийного жилья. Общий объем финансирования составил 1 миллиард 700 миллионов рублей. За этот период переселили жители из 39 аварийных деревянных домов. Введено 14 полностью благоустроенных современных жилых дома. Несмотря на проделанный объем работы, проблема аварийного жилфонда в муниципальном образовании остается. На 1 января текущего года аварийный жилищный фонд, признанный таковым после 1 января 2012 года, составляет 226 домов. Ориентировочная и оценочная стоимость переселения граждан составляет более 10,5 миллиардов рублей. Но сейчас небольшой блок рекламы. И смотрите далее. Самолеты, машинки, роботы. Все руками детей. В Якутии в Якутии проходит научно-техническая выставка. В Алдане репетиции театральных постановок, хореографических и вокальных номеров. Район готовится летом принять республиканское Сахаланхо. В Нерюнгре завершилась универсиада среди студентов профобразования Юго-Якутии. Медальный зачет в нашем репортаже. В эфире «Якутия-24» и мы продолжаем наш выпуск. В Якутск инспекторы центра ГИМС вышли на лед, чтобы предупредить о безопасности катания на коньках. В одном только Якутске в этом году открыто более 20 катков. И чтобы погода радовала, а прогулки на коньках приносили только массу положительных эмоций, инспекторы рассказали несколько правил, которые необходимо усвоить при катании на коньках. Тему продолжит Кристина Якупова. В Якутске и пригородах открывают катки. Верный признак – наступила весна. Для катания на коньках открыта 21 ледовая площадка. Одна из самых массовых на Сайсарском озере. Мы живем здесь рядом, и поэтому очень часто сюда приходим. Здесь очень красиво, очень безопасно. Они делают все, чтобы детям было удобно кататься. Инспекторы по маломерным судам проводят ежегодный инструктаж для любителей покататься на коньках. Рассказывают о мерах безопасности, раздают информационные листовки. Необходимо соблюдать элементарные правила безопасности. То есть, если вы вышли в первый раз, используйте защиту, такие как наколенники, налокотники, шлем. Двигайтесь по направлению потока. Нельзя долбить или ковырять лед, бросать различные предметы на лед, ну и мусорить. Желаем всем веселого и безопасного отдыха. Также инспекторы замеряют толщину льда. Это обязательная мера безопасности. Сейчас, в данное время, составляет толщина льда на всех, от метра до метра десяти сантиметров. Самое оптимальное, это месяц февраль, конец и марта, где можно уже выходить на лед, кататься и закрытие катков в начале апреля. Кристина Якупова, Григорий Хлопков, Якутск. Стартовала эстафета почтового тракта по маршруту Иркутск-Ленск-Алекминск-Якутск. Историческая реконструкция посвящена 275-летию становления Иркутско-Якутского почтового тракта. График движения подписали заместители председателя правительства Иркутской области и Якутии. Сегодня в Иркутске дали старт доставки почты в Качук. Первый заместитель председателя госсобрания региона Анатолий Добрянцев привезет в Иркутск почтовый ящик, который будет передаваться муниципалитетам, на территориях которых находились почтовые станции, и завершит свое путешествие 1 апреля в Якутикутске. Устойчивый север. Общество, экономика, экология, политика. Под таким названием в стенах финансово-экономического института прошла Всероссийская научно-практическая конференция. На заседании круглого стола рассматривались такие вопросы, как перспективы повышения конкурентноспособности экономики Якутии, обоснования социальных, экономических и социокультурных факторов на характеристики демографического потенциала. Участники обсуждали потенциал экологически чистых земель и создания успешного развития органического производства в различных районах республики. Наша конференция посвящена тому, что мы подводим итоги комплексных научных исследований, которые были проведены в 2017 году по плану работы комплексной научной экспедиции по изучению производительных сил республики. Эта экспедиция нацелена на то, чтобы нам сегодня выработать предложения и направления стратегического развития нашей республики. Стратегия республики у нас существует сегодня. Сегодня стал вопрос об ее уточнении, корректировке. Территория без границ в Якутске открылся первый международный инклюзивный фестиваль «Заяви о себе. Детей с ограниченными возможностями здоровья», который собрал около 300 участников. На мероприятие побывал Дмитрий Тымыров. Айтол, несмотря на юный возраст, интересуется физикой. Все свободное время начинающий ученый изучает проводимость электричества через различные приборы. Сегодня он показал строгому жюри свой очередной проект. Называется мультик-бокс. Мультик – это много, а бокс – это коробка. Что умеет делать? Тут кульсарь и тут автомат для воды. У Айтала инвалидность по слуху. Устную речь он понимает с трудом, зато свободно общается на языке жестов. Его научный руководитель уверен – у Айтала большое будущее. Главное – создать условия, чтобы он смог раскрыть весь свой потенциал. Самое главное – он сделал инвектор с 12 вольт, который работает на 220 вольт. Для его возраста, конечно, это очень сложно. Я помогаю ему, только говорю идеи, он делает все сам. Конечно, его надо развивать дальше. Надо развивать вне школы. Кружки надо ходить. И таких детей на фестивале три сотни. Проекты разные – начиная с простой картинки и заканчивая кухонной мебелью. Некоторые участники тут же на месте проводили мастер-классы по изготовлению различных поделок. Сколько лет вы занимаетесь? Я – полгода. Полгода? Полгода. Полгода и уже начинаете шить такие работы? Да. А что помимо смайликов вы умеете шить? Подушку. Подушку, фартуки, галстуки. Ребята из других регионов России, Магаданской области и Хантамансийского автономного округа фестивалей участвуют через видеосвязь. Если фестиваль станет ежегодным, то в следующий раз они обязательно прилетят в столицу Якутии. Мы вообще планируем сделать этот проект под эгидой Северного форума. И на этот проект будут залаживаться деньги, естественно. Для этого нам нужно, чтобы нас поддержали три региона, губернаторы трех регионов. И тогда этот проект получает, скажем так, финансирование. И тогда будет намного легче. Работу детей оценивает не только жюри фестиваля, но и приглашенные эксперты. И каждый из них сегодня смог приобрести поделку на память. То, что я тут вижу, это продукты очень высокого качества, которые могут быть представлены в обычных магазинах Якутска, и которые могут приобрести любые люди. Я уже присмотрела некоторые вещи и хочу их сохранить как воспоминания о Якутии и о данном фестивале. Дмитрий Тымыров, Илья Сыромятников, Якутск. Также в Якутске прошла выставка научно-технического творчества, посвященная столетию дополнительного образования в России. 250 учеников из школ, клубов и технических кружков города соревновались в трех возрастных категориях, рассказывает Евгения Андросова. Самолеты, машинки, роботы. Все сделано руками детей. Ярослав Гладких ученик девятой школы. Пять лет занимается техническим творчеством. На выставке будущий инженер показывает аэролодку. Она радиоуправляемая. От настоящего корабля отличается лишь размером. Я эту модель делал несколько недель. Делал все по чертежам. Ну и постарательность. Жалко то, что здесь нету водоема. Я бы показал, как она плавает. Авиамодельный клуб «Лайнер» привез на выставку самые габаритные модели. К удивлению, все эти самолеты летают. В прошлом году авиамодель «Ридбулл» заняла второе место на чемпионате России. Олег Шульга занимается второй год. Его макет – это начальный этап изготовления авиамодели. У меня к этому уже есть талант. Я уже могу делать своими руками, чтобы развивать руки, конечно. И с первого раза все не мог сделать. Я где-то с второго или с третьего раза. Мне желание ходить на этот кружок. Для младших школьников отдельная секция. Участвует в направлении начальное техническое моделирование. Здесь большая часть работ из картона, пенопласта, бисера и дерева. Очень радует, что молодеет выставка. Уже свободно участвуют школьники вторых классов, третьих, четвертых. Очень хорошо отвечают на вопросы, рассказывают о своих проектах. А кто-то даже уже программирует своих мини-роботов по определенным алгоритмам и так далее. Они, во-первых, смотрят и набираются опытом у других участников в технической выставке. Ну и соревновательный дух все равно дает ребятам какой-то стимул, чтобы его работа была оценена каким-то должным образом. Но если даже места не занимают ребята, они уже видят свой уровень, куда нужно стремиться. Все призеры станут участниками республиканской выставки. Впервые конкурс состоится в виртуальном формате. То есть самих ребят на конкурсе не будет. Посмотреть работу можно уже через две недели. Евгения Андросова, Павел Пахомов, Якутск. В Алдане подготовка к республиканскому празднику Сэхаланхо охватывает все творческие коллективы и детские и взрослые. Всюду проходят репетиции театральных постановок, хореографических и вокальных номеров. Мэтр искусства готовит собственные программы. На одной из репетиций Государственного концертного оркестра Якутии побывала Татьяна Вахнина. В оставшиеся до праздника Сэхаланхо месяцы репетиции у артистов Государственного концертного оркестра Якутии отнюдь не рядовые. Каждая нота играется так, словно предназначено тронуть сотни сердец слушателей. Впрочем, так и есть. Мощью музыкального многозвучия оркестр готовится украсить республиканский праздник Сэхаланхо. Во-первых, мы все активно готовимся, просто как жители Алданского района, мы ждем этот праздник. Ну и что касается подготовки непосредственно оркестра, то мы разучиваем новый репертуар якутских композиторов, мы ведем переговоры с молодыми исполнителями. То есть хотелось бы, чтобы этот праздник запомнился алданцем не только своей масштабностью и зрелищностью, но и какими-то такими изюминками, творческими изюминками, которые мы будем готовить. У Государственного концертного оркестра Якутии репертуар богатейший, и первоосновная задача артистов определиться, какие музыкальные произведения представить гостям праздника. В настоящее время идет работа по составлению и утверждению программ творческих коллективов, которые примут участие в празднике. Да, сейчас идут переговоры с режиссером, с постановочной группой. То есть задумок очень много, идей много, но вот в предвкушении уже какой-то конкретики. И пока вот своими силами то, что хотелось бы нам предложить, мы готовим. Государственный концертный оркестр Якутии образовался без малого 30 лет назад. Первоначально бывший самодеятельным, сегодня коллектив является легендарным. Он известен не только в республике, но и в России, а также за ее пределами. Без оркестра не мыслим ни один праздник. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Год в Нюрнгринском районе начался со спортивных состязаний. Здесь 2018 объявлен годом здорового образа жизни. Очередным мероприятием стала традиционная универсиада среди студентов среднего и высшего образования региона. В столице Южной Якутии подведены ее итоги. Об участниках и победителях соревнований наш следующий материал. Большой праздник спорта, организованный для развития физкультурно-оздоровительной работы в образовательных учреждениях, совершенствование ее форм, повышение спортивного мастерства и пропаганды здорового образа жизни, принял студентов Алданского медицинского и политехнического колледжей, Нюрнгринского медицинского и Южно-Якутского технологического колледжа. Спорт у нас продолжает процветать и в республике в целом, и в России, поэтому мы очень рады этим соревнованиям, что они проходят, рады, что ребята с полной ответственностью и пониманием подходят к этому вопросу. В Нюрнгре состоялись встречи по шашкам, настольному теннису, легкой атлетике, гиревому спорту и волейболу. Студенты показали хороший уровень подготовки, получив личные и командные спортивные достижения. Будем тренироваться, учиться на своих ошибках, и, может, в будущем мы займем первые места. Впечатлений очень много осталось. Еще хочется, чтобы такие мероприятия еще проводились и проводились много раз. Охота в Якутск было съездить, но ничего. Мы будем болеть за Нюрнгринский район наш. В следующий раз будем ждать их. У нас будет в Алдане. В Алдане, да, через два года будем ждать. В общекомандном зачете соревнований победителями стали студенты Южно-Якутского технологического колледжа, которые продолжат участие во втором этапе универсиады, который состоится в апреле в Якутске. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерингри. В Якутске выявили сильнейших борцов на первенстве региона. Соревнования по вольной борьбе среди юношей посвящены памяти Николая Тарского. То есть спортсменов отправятся на седьмые спортивные игры народов Якутии. Расскажет Александр Лысак. Два дня борцы стирали кожу в кровь и ломали друг другу уши. Сегодня полуфиналы и финал. Два периода, каждый по две минуты. Правила просты. Правил прием, заработал баллы. Это одиннадцатый и девятый классы. Они уже друг друга знают. Не первый раз встречаются. Поэтому соревнования жилищные. И что еще хотелось сказать. Соответственно, это идет как подготовка первенства России. Первенство России у нас по этому году будет в начале июня в городе Москве. 239 участников и лишь 60 дошли до полуфинала. За золотые медали боролись уже 20 спортсменов. Так как был не полностью подготовлен, был на отъезде по другому виду спорта. Не хватило духа, силы, воли. И вообще реактора не хватило, чтобы занять третье место. Ну, вошел в 16 лучших. И вот, в августе поеду в МГУ. Чуропчинские борцы стали финалистами в пяти весовых категориях и с десятим. Чемпионами также стали сунтарские и хангаласские спортсмены. В числе золотых медалистов и Ренат из Среднеколымска. Борис Усалдана очень сильный, физически сильнее меня и успел удержать на туше. Ждал, хотел в чемпионов стать. Думал, что даже в тройку не зайду. И вот стал чемпионом. Пошел тренировался, поддерживали меня тренера, родители. Я этой победе посетил родителям, тренерам и близким. Кроме медалей на турнире, разыгрывали путевки на седьмые спортивные игры народов Якутии. Они пройдут в августе в Амгинском районе. Поедут на соревнования 160 борцов. Александр Лысак, Александр Зубехин, Владимир Павлов, Якутск. Якутия-24 следит за развитием событий. Оставайтесь с нами и удачи вам. Оставайтесь с нами и удачи вам.